С 1 октября запрещено открывать хостелы и мини-гостиницы в многоквартирных домах. Если гостиница уже существовала, она может продолжить работу, но при соблюдении ряда требований. Закон заработал, а жалобы от горожан продолжают поступать. Владельцы хостелов нашли в законе лазейку. Репортаж Ирины Забродиной. Жители многоэтажного дома по улице Владивостокской третий год ведут борьбу с хостелом, который расположился на первом этаже. Постоянный мусор выбрасывают куда ни положено, постоянное у них хождение. Домофон в три часа ночи могут позвонить и сказать, ой, откройте, пожалуйста, мы ключи забыли. Как только появился хостел, возле дома случился пожар. Загорелся мусорный контейнер со стороны гостиницы. В результате пострадала квартира сверху. Мы считаем по их вине, потому что они курили, туда кидали. Когда жители дома узнали, что с 1 октября вступил в силу запрет на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях, обрадованно вздохнули. Но гостиница в доме и сейчас продолжает работать. Вчера буквально заехали, я вышла и говорю, а вы знаете, что запрещены гостиницы эти часто. А нам чего? А нам чего? Закон о хостелах приняли в том числе и за многочисленных жалоб граждан, которым приходилось жить рядом с шумными квартирантами. Уже работающим гостиницам дали полгода, чтобы перестроиться, перевести помещение в категорию нежилых, обеспечить отдельный вход, шумоизоляцию. Заранее предположив, что мы не сможем попасть внутрь хостела, мы нашли его в интернете, называется «Альбатрос». Посмотрите, какие номера здесь предлагают. Кстати, довольно недорого. Но, между прочим, отдельного входа у хостела нет. Идем через общий подъезд. Получается, что хостел «Альбатрос» находится вот здесь, в двухкомнатной квартире. Кстати, рядом обычные жильцы. Сейчас попробуем напроситься в гости. Увы, не получилось. Нет вывески и вообще ничего не указывает на то, что здесь гостиница. Это хостел «Альбатрос»? Да, слушаю вас. Можно ли у вас снять комнату или номер? Ну да, только какая у вас интересует. А, то есть вы работаете. А вы владелец гостиницы, нет? Да. А мы телекомпания «Губерния». У хостелов должен быть отдельный вход. Мы не хостел. А вы как себя позиционируете? Кто вы тогда? Алло? То хостел, то не хостел. Похоже, владелец сам не определился со статусом своего заведения. Позже хозяин помещения прислал СМС, которым сообщил, что хостела больше нет. Он просто сдает квартиру посуточно. Это та самая лазейка в законе. Никто не может запретить сдавать имущество, которое находится в собственности. Получается, что хостелам теперь можно просто убрать вывеску. У недовольных жителей остался один выход. Они обращаются письменно или через посредством электронного обращения в наш Роспотребнадзор, и те проводят проверку по данному факту. Соответственно, скорее всего, этот хостел будет закрыт. Правда, для этого сотрудникам Роспотребнадзора нужно будет доказать, что помещение используется как гостиница. Ирина Забродина, Павел Павлов, телеканал «Губерния».